Добрый день, это программа «Парадокс». Я иду с Степаном Димура. У нас в гостях сегодня Давид Мелик-Гусейнов, директор некоммерческого партнёрства Центра социальной экономики. Добрый день, Давид. Здравствуйте. И поговорим мы о Минздраве. Подведём итоги работы Минздрава за год. Наверное, можно и за десятилетие подвести итог работы. Можно за всё существование советских Минздравов, российских. На самом деле, проблема-то серьёзная. Мне как-то так повезло, что у меня хорошая медицинская страховка. А я думал, здоровье? И у семьи. Ну, здоровье тоже пока. Тьфу-тьфу-тьфу, не жалуюсь. И с медициной такой, общественной, скажем так, давно не сталкивался. Но наткнулся здесь в интернете на письмо врача ожогового центра Склифа, где он пишет, что мази нет, ничего нет, неприлипающих бинтов нет, а чуть ли не просит общественность всё это покупать. Более того, на 40 коек у них всего два врача, перевязки они делают с 10 до 16. И вот как-то человек рассуждает о том, что вообще происходит, и не стоит ли ему, скажем, уехать в США, благо он экзамен уже сдал. Либо, говорит, взяться за автомат Калашникова. Пишет, что люди доведены. Вот что произошло с нашей медициной, если так разобраться, на ваш взгляд? У нас же ведь, извините, сейчас перебиваю, если я не ошибаюсь, у нас гарантировано бесплатное медицинское обслуживание. Да, Конституция, 41 статья, Конституция гарантирует бесплатную медицинскую помощь. И то, что произошло, вот вы говорите, в медицине, это не произошло вчера, позавчера. Это происходит уже большое количество времени. Вот в новейшей истории Российской Федерации, после распада Советского Союза, распалась система Симашка. То есть то, что строили долгое время, то, во что вкладывался Советский Союз, к сожалению, по причине того, что медицина, здравоохранение относилась к социальной сфере, вот вся социалка, включая и здравоохранение, она была похоронена, условно говоря. И мы за последние 20 лет пытаемся что-то строить. Мы вспоминаем, как было хорошо тогда, и пытаемся какие-то самые успешные практики советских времен внедрить в современную Россию. Оно не вяжется, потому что мы работаем теперь в принципах рыночной экономики, и многие вещи оттуда уже просто неприменимы сегодня. Мы пытаемся обвинять всех и вся в непрофессионализме. Да, непрофессионализме есть, но, понимаете, когда система коллапсирует вся, каким бы ты ни был профессионалом в этой системе, ты всегда будешь как вот тот Дон Кихот против ветряных мельниц бороться. И я лично не завидую нынешнему министру здравоохранения Веронике Скворцовой, потому что она в наследство получила хаос. Хаос на трех уровнях. Федеральный, региональный, муниципальный. Эти уровни друг другу не подчинены, они живут своей жизнью, тут нет вертикали управления. Она получила тотальное недофинансирование системы. По нашим оценкам, это недофинансирование составляет порядка три раза. То есть в три раза... Давид, а какой бюджет у Минздрава? Сегодня консолидированный бюджет системы здравоохранения 1 триллион 200 миллиардов рублей в год. В принципе, это бюджет... Незначительная сумма, это маленькая, по отношению к ВВП особенно. Вот вы правильно здесь отметили момент, что очень часто затраты на социальную сферу меряются процент от ВВП. В Америке это более 10%, в Европе это 7-8% в среднем. Наши коллеги по СНГ, Молдова 5%, Беларусь 4,2%, Россия 3,8% до сих пор. И, по-моему, если я не ошибаюсь, запланировано снижение. Не совсем корректно. Снижение будет федеральных денег, а просто будет перераспределение финансовых потоков, и будет увеличиваться часть, отданная системе обязательного медицинского страхования. Так называемые фонды ОМС получат дополнительное финансирование за счет большей собираемости налогов. Хотя это тоже отдельный вопрос, как они будут собираться и будут ли полноценно собираться, получит ли казна те планируемые налоги, которые она хочет получить, очень большой вопрос. Так вот, недофинансирование, паралич в коммуникациях, будем выражаться в медицинской терминологии, потому что то, что сегодня воспроизводит федеральный центр, то, что говорит Скворцова, условно говоря, не является обязательным к исполнению. Как такое может быть? Она же министр. Является лишь рекомендацией регионам выполнить это или не выполнить. То же самое, если регион в лице области или края, либо города федерального значения типа Москвы, говорит, что мы хотим жить в таком правовом пространстве, это тоже не является обязательным для муниципальной больницы, потому что босс муниципальной больницы является мэр города. И вот у каждого свой мирок, каждый пытается этим мирком как-то руководить. Ну и навариться, разумеется. И еще очень большая проблема в том, что, в принципе, денег могло бы быть больше, гораздо больше. Сегодня большую часть ответственности отдали в субъекты Российской Федерации. И вот по ходу своей деятельности мы вот за последний год объехали практически все регионы Российской Федерации, общаемся с министрами, замминистрами. Это такая консолидированная картинка того, что происходит. Мы говорим, ну вот вы запустили программы модернизацию, вы там сейчас модернизируете по направлениям, по онкологии, по кардиологическому профилю свои системы здравоохранения. Ведь у вас же нет финансовых ресурсов сделать все это качественно, эффективно и в срок. Да, ресурсов нет. Я говорю, а почему вы не попросите ресурсы у федерального центра? Ведь в федеральном центре есть деньги, попросите. И тут возникает вот парадокс нашего российского мышления. Возникает страх. Страх попросить дополнительные деньги, потому что федеральный центр сразу поймет, что исполнительная власть в субъектах федерации никчемная. Она не может полностью и эффективно расходовать те бюджеты, которые у них сегодня есть. Это при предположении, что эти бюджеты достаточны? Ну, даже если они недостаточны. То есть попросите деньги, вам эти деньги дадут, защитите эти деньги перед лицом федерального центра. Регионы не хотят, регионы боятся. Дополнительные деньги, дополнительные проблемы, дополнительные контроли и так далее. И вот как в этом во всем жить? Я не говорю про пациенты сейчас, хотя это самое главное звено в этой системе. О них уже, по-моему, никто не думает. Ну да, о них уже, к сожалению, никто не думает. Я говорю о том, чтобы система была повернута к человеку лицом, а не другими частями тела. Я по себе могу привести пример. Я живу в Москве, и как обыкновенный гражданин, житель города, я получаю те же самые ОМС-услуги в обыкновенной районной поликлинике. У нас большой район Ясенева, и я прихожу в свою районную поликлинику. У нас нет элементарно в районной поликлинике рентгенаппарата. Меня посылают на третью-четвертую станцию от моего метро сделать рентген легких в другой поликлинике. Как может система так существовать? Понимаете, когда вот элементарных вещей... Ну, рентген — это элементарная вещь, на самом деле. И недорогая, на самом деле. И недорогая. Вот как? Где менеджмент в этой системе? Где управленцы? Где люди, которые будут на себя ответственность брать? Никого нет. Вот мы уже кричим, взываем к этим специалистам, которые должны появиться, но их нет. Мы говорим о том, что вот пришел врач в управление системой здравоохранения. За последние 10 лет впервые нашей отраслью руководит врач. Но посмотрите, пожалуйста, опять-таки на кейс США. В США за последние 40 лет ни одного врача в системе управления здравоохранением. Менеджеры, они могут быть юристами, они могут быть бухгалтерами даже. Они могут быть силовыми, всевозможными бывшими министрами Пентагона, руководителя Пентагона, Министерства обороны. Нет ни одного врача. Нет, ну, понимаешь, ну там-то частное все. А частное? Ну, следить за частным гораздо сложнее. Ну, да, надзорные органы, надзорные органы, да. Нет, там очень жестко все это поставлено. К вопросу о частности, нечастности. Мы сегодня платим за медицину, переплачиваем в 3-4 раза. А почему? Вот, Давид, вы говорите, переплачивайте в 3-4 раза. Это основывается на чем? Опять-таки, пример из моей личной практики. Так получилось, что мой близкий родственник приехал в Москву, и ему нужно было сделать операцию здесь, в Москве. Все это было экстренно. Мы пациента госпитализировали в больницу. Его, конечно же, потому что он не житель Москвы, его положили на коммерческую койку, условно говоря. Мы заплатили 80 тысяч рублей за то, чтобы он лежал на этой койке, и ему сделали операцию, там основные процедуры проверили и так далее. После операции ко мне, как к близкому родственнику, подходят врачи, медсестры, там, анестезиологи, говорят, вы знаете, ну вот те деньги, которые вы заплатили в кассу, мы их никогда не увидим, эти деньги. Потому что если вы хотите нас отблагодарить дополнительно, вот наши кабинеты находятся вот там, вот там и вот там. Конечно, я как близкий родственник иду, и от этих людей зависит жизнь близкого мне человека. Я иду и плачу. Так более того, потом взяли полис ОМС у моего родственника и сняли со страховой компании региона, где он живет, те же самые деньги, которые он заплатил в кассу этой больницы. То есть мы услугу оплатили три раза, понимаете? А куда идут эти деньги, Давид? Они идут... Ну, понятно, вы отблагодарили врачей, это понятно. А вот 80 тысяч вы заплатили и еще сняли оттуда 80 тысяч. Они идут в бюджет лечебно-профилактической организации. Учреждения? Учреждения, больницы, да. Они идут в больницу. Понятно, что больницы недофинансированы. Понятно, что вот те деньги, которые приносит коммерческий пациент, это капля в море. У них отсталая и устаревшая инфраструктура, фонды производственные. У них не хватает на зарплату. И, конечно, вот эти вот капли, они размываются. Их не видят ни врачи, ни обслуживающий персонал. Но я как пациент, я как налогоплательщик, я как платежеспособный спрос оплатил услугу трижды. Да. Понимаете? И вот сколько бы мы не улучшали бы эту систему, вот пока эти три финансовых потока будут рядом существовать, так и будет. Я другой пример приведу с лекарствами. Вот сейчас свободневная тема лекарства, да? Я хотел вас попытать на эту тему. Да, у нас есть льготники, которые получают лекарства бесплатно. Вот есть федеральные льготники. Это к вопросу о трехуровневой системе здравоохранения. Есть федеральные льготники. Вот им положены бесплатные лекарства. Что делают наши льготники? Это не от хорошей жизни. Просто так происходит на самом деле. Давид, вынужден вас прерывать. Мы уходим на новостной перерыв. Оставайтесь с нами. Мы снова в эфире. Программа «Парадокс». В гостях у нас Давид Мелик-Гусейнов, директор некоммерческого партнерства Центра социальной экономики. И сегодня мы обсуждаем проблемы здравоохранения. Да, Давид, мы прервались о льготниках и о лекарствах. Так вот, есть льготники. Есть федеральные льготники, есть региональные льготники. Так вот, федеральные льготники, те, которые имеют право на бесплатные медикаменты, то есть если я отказываюсь от медикаментов или от каких-то услуг, санаторно-курортное лечение, я получаю денежную компенсацию. Вот если от медикаментов отказываешься, 700 рублей дополнительно к пенсии ежемесячно получает льготник кэшем. Этот же льготник, тот же самый мистер Иванов, прикрепляется к региональной льготе и получает за счет субъекта Российской Федерации лекарственные препараты, то есть уже конкретные лекарства пошли в упаковке. И этот же льготник, господин Иванов, ложится 2-3 раза в больницу в течение года на профилактические осмотры и получает там еще бесплатные медикаменты, которые можно было бы принимать в амбулаторном режиме, то есть дома. Я не говорю, что этот господин Иванов плохой человек. Нет, он нормальный гражданин, он пользуется своими правами. Но вот эти вот права, они настолько не определены, они настолько взаимо... Не то, что исключаешь, а... Ну, абсурдно. Система выглядит абсурдно. А кто эту систему создавал? Ну, она, повторяю, строилась вот на осколках системы Симашка. Разрушилась система Симашка в 91-м году, и мы начали что-то строить. Дело в том, что только в прошлом году, только в прошлом году, появилась концепция развития системы здравоохранения до 2020 года. До прошлого года мы что-то строили, куда-то шли в какую-то сторону, и это напоминало такую дорогу пьяного к метро, которая видит букву М красную, но его шараха этой стороны в сторону то в кусты завалят, то на проезжую часть вывалится. Вот так развивалась наша система долгое-долгое время. Мы понимали, что вот проблема с диабетом, и мы начинали всей стороной решать проблему диабета. Мы понимали, что проблема с орфанными медикаментами, с орфанными заболеваниями. Мы начинали проблему с редкими заболеваниями решать. А вот комплекс нововведения, какую систему мы устраиваем, какие KPI, рэперные точки на выходе у нее имеют место быть, кто должен нести ответственность. Этого не было. И, кстати, в последней версии концепции этого тоже нет. То есть это есть, конечно, но оно настолько, как сказать, стратегически, настолько обо всем и ни о чем. Давид, извините, а сперва я просто вот то, что вы рассказываете, ну, помимо того, что это просто ужасно, ну, это же настолько элементарно, да? Вот неужели никто не может, тот же министр, сесть, скажем, с двумя-тремя советниками, вас пригласить и посмотреть, куда, как идут деньги? Могут и делают это. Ну, нас не приглашают, к сожалению, вот, но между собой они делают. Но, понимаете... А, что у нас делают между собой? Она выходит, что? То же самое? Мы, к сожалению, в России забыли, что существует такая специальность, как организатор здравоохранения. Врач, хорошо. Врач это творец, это человек, который наделен там... Врач профессионал, он не менеджер. Профессионал, он не менеджер. А вот менеджера в системе нет сегодня. Что такое менеджер? Менеджер... Управленец. Управленец. Тот, который берет на себя ответственность и делегирует эту ответственность всем остальным. Мы почему-то очень часто говорим о менеджменте в бизнесе, в государственном управлении какими-то экономическими прибыльными отраслями. А вот в социальной сфере у нас менеджеров нет. Ни в образовании, ни в здравоохранении, ни в ЖКХ. У нас все это датируемая система, которая сколько бы ты не дал ей денег, она все проглотит. Ну, это понятно. Государство у нас бездонная бочка. А вот сейчас, если я не ошибаюсь, такой новый уклон идет в самоокупаемости. Это опасный уклон, на самом деле. Но он есть. Он есть, но... Просто я хотел вас спросить, а как вот этот уклон с самоокупаемостью в медицине сочетается, скажем, с призывами верхних эшелонов руководства страны к укреплению здоровья нации и тому подобное? Опасный тренд самоокупаемость, хотя он, наверное, для нашей системы сегодня полезен. Главное, не увлечься им. Ну как, закрываются там, брат, дома, поликлиники местные, сельские закрываются. И что делать? Это так, на самом деле. И вот поездив по стране, повторяю, мы были практически во каждом субъекте федерации, у нас сегодня до 15% больниц не имеют горячей воды. У нас 10% больниц до сих пор не имеют канализации. Вот как можно в этих условиях лечить людей? Я понимаю, что там живут люди в этих небольших поселках, в этих селах, деревнях, но в этих условиях, в том числе антисанитарных условиях, лечить людей и принимать роды или там что-то еще практически невозможно. И, с одной стороны, процесс верный. Сделать центры, так называемые, high excellence, центры высоких и средних технологий и попытаться сконцентрировать в этих центрах близлежащие территории. Но Россия, это же не Швейцария, и это не Бельгия с небольшой территорией и с большой концентрацией и с доступностью населения. У нас есть пространство. Вот Красноярский край, допустим, были вместе с нами в Красноярском крае. Главный онколог Красноярского края говорит, что мы за 5 лет только смогли объехать все больницы Красноярского края. То есть, хотя бы в одной больнице за 5 лет вот этот период продолжался у него 5 лет, понимаете? Поэтому вот здесь укрепление важно, но увлекаться этим ни в коем случае нельзя, потому что сегодня важная проблема это доступность медицинской помощи. нужно доехать в течение часа, золотого часа, в медицине есть такое понятие, золотой час. А что он означает? Ну, в течение часа очень многие болезни можно еще предотвратить. После часа, к сожалению, вот особенно при ДТП, всевозможных травмах, уже наступают необратимые последствия, инсульты, инфаркты. Вот час, это золотой час. Так вот, в течение часа нужно доехать до этого центра, неважно как, через вертолет, через машину, через какие-то другие средства транспорта. Ну, ты должен быть на месте, тебе должны оказать медицинскую помощь. Доступность, это очень важный момент. Но доступность бывает не только физическая, но еще и ценовая доступность. То есть мы должны иметь возможность заплатить по нашему экономическому развитию, то есть по нашим возможностям экономическим. Мы сегодня платим там, врачам, кэшам очень часто, мы платим за лекарства в аптеке, свои собственные деньги, хотя не должны этого делать. Во всем мире существуют программы страхового лекарственного обеспечения, когда покупаешь страховку, у тебя любые медикаменты бесплатно, в случае, если наступает какая-то страховая кассия. В страховой случае, да. Да. Вот все эти вещи противозатратные, они должны работать. А, к сожалению, что получилось? Вот опять-таки, если к лекарствам мы вернемся, Минздрав в этом году, вот в 2014 году, утвердил стратегию лекобеспечения до 2025 года. Замечательно все сказали. Наконец-таки появилась стратегия по лекарствам. Что мы принимаем, куда движется наша наука, какие способы распространения лекарств будут и так далее. Но каких-то цивилизованных принципов в системе лекарственного обеспечения до 2025 года мы так в стратегии не увидели. А что вы имеете в виду цивилизованные принципы? Я имею в виду страховую систему лекарственного обеспечения. Вы имеете в виду оплату? Я имею в виду систему, когда лекарства доступны. Когда здоровый платит за больного, когда богатый платит за бедного. То есть работает такая единая система, единый страховой мешок, когда все в складшину скинулись, как ОСАГО. Как ОСАГО, например. И во всем мире так спасаются и работаешь. Лекарства очень дорогие. И люди не платят в аптеке за лекарства. В любую французскую, немецкую аптеку зайдите, вы там купите за свои деньги какой-то аспирин, может быть, и повязки для ран или какую-то косметику. Все остальное по рецепту и все остальное бесплатно. И бесплатно. Страховая платит, да. А у нас, к сожалению, все по-старому. Во-первых, употребляем много ненужного. У нас мусора в системе здравоохранения 40%, но имеется в виду в лекарствах. И в том числе и врачи их выписывают. А от качества лекарств? Ну, это отдельная тема. Больная тема. Я просто хотел бы это тоже затронуть попозже. Ну, продолжайте, извините. Так вот, мусора много и этот мусор идет и в стандарты лечения. То есть является элементом этих официальных, официально утвержденных государством алгоритмов, чем лечить то или иное заболевание. От этого мусора нужно избавляться, конечно. Потому что... Ну, например, орбидол, да, такое прекрасное лекарство. Ну, это я сказал. Я-то сказал. Все-таки я буду комплайентинг участников форума. Вы будете более толерантны. Да-да-да. Да, иммуномодуляторы, пробиотики, вот эти вот препараты, которые мы очень часто применяем на основе метамизола натрия, это и анальгин, и все остальное. Это фенобарбитал, который входит в состав корвалола, волокардия. Это все препараты, которые либо являются мусорными, то есть они не показывают никакого эффекта, либо являются строго рецептурными на Западе, отпускаются исключительно под предписанием врача, либо даже запрещены. У нас до сих пор вот эта категория продукции, которая запрещена на Западе, очень широко представлена. Мои знакомые недавно полетели в Америку, и у девушки в чемодане, в ручной кладе было две упаковки корвалола. ее остановили на границе собаки, которые вызыскивают эти наркотики, ее арестовали, ее завели в специальную комнату, держали около суток в этой комнате, допрашивали с пристрастием, сказали, если вы еще раз попадетесь, даже вот перевозя одну, даже полупаковки корвалола, вы по американским законам садите в тюрьму. А у нас его можно в любой аптеке купить сегодня. Он стоит там копейки, мы мегалитрами его употребляем, не говоря о его вредности, ненужности и так далее. Вот. Но это все проблемы, 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 проблемы. Но Минздраву удается сегодня как-то вот массажировать статистику. Ну, не Минздраву федеральному, может быть, а региональному Минздраву. И поэтому вроде как в статистике мы начинаем выглядеть более-менее замечательно. Здоровые нации, да? У нас растет младенческая выживаемость, снижается смертность у нас продолжительность жизни увеличивает. Я называю это массаж статистики. Потому что на самом деле мы не учитываем более глобальных демографических процессов. Давид, а зачем это делается? Это есть какие-то KPI, то есть показатели, которые должны... В прошлом году, 7 мая, господин Путин, вступая в свою должность, подписал важный указ. И первый указ касался именно здоровья нации. Да, да, да. И в этом указе прописаны были конкретные KPI до 2018 года. Почему 2018 год, наверное, не стоит мне говорить, это не чемпионат мира по футболу, а именно выборы. Да, не подумайте, это выборы. Перевыбор. Главного исполнительного лица в российской политике. Так вот, до 2018 года прописаны эти KPI. Ну, хотя у меня много вопросов и к этим KPI, потому что сформулированы они, на мой взгляд, не очень профессионально. Пример приведу, да, показатели по смертности пишут, написано в этом указе, что... Давид, мы должны прорваться на новостной перерыв. Оставайтесь с нами. Мы снова в эфире. Это программа «Парадокс». В гостях у нас Давид Мелик Гусейнов, директор некоммерческого партнерства Центра социальной экономики. И говорим мы сегодня о проблемах здравоохранения. Да, мы прорвались на KPI и отчетности по смертности. Ну да, вот в указе президента существуют эти вот KPI по различным заболеваниям, по смертности. KPI, это просто, я объясню, Индикаторы. Такие индикаторы, которые чиновник должен выполнить. В противном случае он плохо выполняет свою работу без всяких последствий. Но все равно неприятно. Так вот написано в этом указе, читаем то, что читаем. Смертность от новообразований, в скобках включая, злокачественные, составляет к 2018 году 192,8 человек на 100 тысяч населения. Вот для обыкновенного человека тут вот в этой формулировке ничего такого крамойного нет. Злокачественные в том числе можно поиграть с доброкачественной, злокачественной нет? Это вот правильно вы отметили. Дело в том, что сегодня смертность от всех новообразований она еще ниже. Папеллома тоже является новообразованием. Понимаете, от папеллома никто не умирает. А вот в этих KPI президентских почему-то попали такие вот некорректные формулировки. Они там, наверное, не случайно. Ну, не знаю, случайно, не случайно, но тем не менее, конечно, мы акцентируем внимание, что имелось в виду злокачественные новообразования, коллеги, и вы должны выполнить KPI именно по злокачественным патологиям. Но новообразование в виде папеллом, родинок, я не знаю, там и так далее мы не принимаем. Ну, хотя, опять-таки, как будут выполнять эту статистику? Еще пример по массажу статистики. Были в одном из регионов, не буду говорить, какой регион, общаемся с главным специалистом, и он говорит, а вы знаете, мы в прошлом году, в декабре, перевыполнили план по смертности от тех же самых злокачественных новообразований. Только в декабре? Ну, в декабре, да. То есть все еще осталось там 20 дней до окончания года, а мы уже перевыполнили. Говорит, я же политик, я при погонах нахожусь, да, я же на посту, за каждый перевыполненный там процент или полпроцента меня могут серьезно наказать. Мы договорились с ЗАГСом, чтобы этих людей переписали на январь месяц следующего года, и они учитывали статистики следующего года. Вот этих умерших, несчастных людей. Понимаете, вот когда такое происходит, это вот, значит, по этой статистике будут приниматься решения. Да. Будут приниматься и фондирование, и качество оказания медицинское. Как вот с этим можно работать? Я просто один вопрос. Так, чтобы станцию не оштрафовали, как бы так полегче, помягче выразиться. А какие такие хорошие люди все это разрабатывают и принимают? И несут ли они вообще ответственность за то, что они делают? Ну, я уже говорил про специальность организатора здравоохранения. Вопрос чисто риторический, ответ уже ясен. Хорошо, а что нужно делать? Что можно сделать? Навести порядок. И в одночасье, конечно, ни нынешний министр, ни премьер-министр, ни президент ситуацию кардинальным образом не исправят. Я вот буквально две недели назад опубликовал на своей страничке в Фейсбуке открытое письмо Веронике Игоревне Скворцовой. Сказал, что я разделяю вашу проблему. Я понимаю, что вам сложно, и все шишки валятся на вас. Вот то лицо в виде поликлиник, больниц, муниципальных в регионах, это лицо, общее лицо нашей системы. Не судят про нашу систему по высоким технологиям, которые где-то там в Москве далеко, куда попасть по квотам очень сложно, а судят по конкретным поликлиникам разрушенным, больницам и так далее. Мы предложили есть пять мер, которые можно реализовать крайне быстро, развернуть эту активность по реализации этих мер, и эффект будет быстрый. Первая мера это статистика, я уже об этом сказал. Давайте наведем порядок с ней. Должны быть регистры пациентов, все пациенты должны быть оцифрованы, у всех должны быть электронные карты, и эта система должна быть единой во всех субъектах Российской Федерации, единый стандарт, и за каждое посягательство на вот эти вот перебрасывания мертвых душ на другой период, там еще, это строго должно караться государством. Обязательно все регионы ввести эти регистры хотя бы по ключевым нозологиям, онкология, диабет, рассеянный склероз, кардиология, там и так далее. Далее заняться врачебной специализацией и кадровым обеспечением. Вы меня можете упрекнуть, и радиослушатели меня могут упрекнуть, что у нас, я сейчас скажу, у нас очень много врачей в России. У нас не то, что не хватает их, у нас их избыток сегодня. Мы проводим анализ системы травоохранения других стран мира и видим, что в России на одного врача приходится гораздо меньше людей, чем в других странах. Там 500-600 человек на одного врача, а у нас 250-300 он может, ну, к нему, условно говоря, не прикреплено, а приходится на одного врача. Почему? Вопрос, Давид, а как вы считаете врачей? Практикующие врачи либо просто люди с медицинским дипломом? Практикующие. Практикующие. Врачей сегодня около 650-ти тысяч человек, они там совмещают ставки, если по ставкам считают их больше. Так вот, навести порядок в специализации врачей, в их количестве, в их распределении. Сегодня есть специальности, где врачей с избытком, стоматологи, гинекологи, дерматологи. Ну, это же баблологи. Я не знаю такой специалисты. Нет, я имею в виду врачи, которые получают хорошие деньги. И важно еще навести порядок в укомплектованности больниц. Но вот зачем в нашей районной поликлинике нужен логопед? Я не понимаю, зачем моему двухлетнему ребенку нужно приходить на диспансеризацию к логопеду в два года, когда он еще не произносит членораздельно ни одно слово. Но этот человек должен быть в поликлинике, он должен выписать справку, только с этой справкой ребенок может пойти в детский садик. Зачем эти специальности? Они излишни. Их нужно либо переводить в сторону детского садика и там сделать в том числе услуги. Услуги коммерческие может оказывать. Вот эти вопросы тоже нужно обсудить. Следующий момент. Мы должны как можно больше внедрять стационарозамещающих технологий. Если можно болячку вылечить в два дня, есть такие технологии, давайте лечить за два дня, а не 24 дня, чтобы человек у нас на койке вылежал, съел нужное количество продуктов, загрузил время врача и так далее. Сегодня этих технологий много. У нас есть хирургия малоинвазивная, а мы до сих пор полостные операции проводим. У нас есть реабилитационные мощные технологии, которые позволяют быстрее вывести пациента на полноценное состояние, реабилитацию получить. К сожалению, эти технологии сегодня не применяются. Почему? Потому что они дорогие. Но мы-то думаем, как? Мы считаем здесь и сейчас, что они дороги. А вот в перспективу никто не просчитывает. Поэтому мы говорим Минздраву, создайте независимый орган по оценке медицинских технологий. Пусть он будет при Минздраве, либо вообще независимый орган. И пусть он с точки зрения социально-экономической обоснованности скажет, подходит ли эта технология в перспективе для того, чтобы ее включить в нынешнюю систему, для того, чтобы ее оплачивать. Давид, а вот смотрите, вопрос-то возникает очень простой. Хорошо. Есть много стран, где эта проблема решена. проблема медицинского обслуживания. Там работает система. Она выстроена, отстроена. Она работает. В чем проблема перенести зарубежный опыт на нашу почву? Невозможно. Почему? Невозможно. Дело в том, что сейчас и американцы, и другие страны, очень активно изучая опыт Советского Союза, многие вещи перенимают из нашей Симашковской системы. в 71-м году... Почему-то невозможно. В 71-м году приехала американская делегация и изучила опыт построения онкологической службы в Российской Федерации. В 71-м году выходит National Cancer Act в Америке, национальный противораковый закон, который полностью копирует систему организации медицинской помощи в онкологическом сегменте американским гражданам. То, что было в Советском Союзе. Но финны позаимствовали нашу систему образования. Ну, опять-таки, тогда были менеджеры, тогда были люди, которые могли это все реализовать и брать на себя ответственность. Давид, вы смотрите, вопрос был в следующем. Что мешает? Не в менеджерах, не в персонале. Вот есть проблема у системы, почему нельзя структуру системы взять оттуда и сказать, голубчик, значит, у тебя должностные обязанности от сих до сих, извольте выполнять. Голубчику нужно платить. А голубчик, а как платить? А платить очень просто. Голубчик же все равно возьмет сто зарплат только другими. Понимаете, тут паралич во всех направлениях. Вот в чем проблема? Вот допустим, возьмем, перенесем европейский стандарт лечения какого-то полечки. У нас паралич везде, у нас куда, грубо говоря, не ткни, там мертвичина. Вот так сложилось. Поэтому должны быть очень быстрые радикальные меры. Вот я начал уже перечислять эти, да, три опции назвал. Надо, чтобы эффект мы почувствовали очень быстро. И тогда вот на уже проявляющемся эффекте можно выстраивать какие-то глобальные реформы. Почему сегодня нельзя перенести опыт других стран на российскую территорию? недофинансированность, неудокомплитованность, выхолощенность кадровая. Сегодня врач, он прозрачный врач, ему не хочется работать на своем месте, и это плохо. А что значит прозрачный врач? Ну... Призрачный? Прозрачный, призрачный. Он светится, да, от своей неудачности, неуспешности. Вот и в Америке это первый человек врач. Я летел вот недавно... Простите, что я постоянно говорю про Америку, просто вот недавно выступал перед американским бизнесом, летел в самолете, трансатлантический был перелет, и стюардессой объявили в громкоговоритель, если на борту врач, подойдите, потому что одному из пассажиров плохо. Два раза объявили, я как-то сидел, думал, может, кто-то найдется, но потом сам подошел к женщине, там, женщина с деменцией, там, как-то помог и советом, и лекарствами. Так вы не представляете, как весь самолет потом смотрел на меня, когда я проходил по коридору, там, выходил из самолета уже... Дальше человек. Я оказал медицину... Там безумное уважение, почтение этому человеку, хотя я ничего практически не сделал. Тем не менее, уважение. А у нас кто сегодня врач? Вы посмотрите сводки по телевидению. Первый, второй канал, НТВ, РНТВ. Врач взял взятку. Взятка, 500 рублей. Убийца, там, наркоман, алкоголик. Ну, нельзя культивировать образ врача вот на таком субстрате. И... Ну, может быть, это делать специально? Ну, я не знаю, для кого это... Выгодно. Для кого это выгодно, да. Мы говорим сегодня о том, что основная проблема врача, конечно, это, там, низкий зарплат, но это можно пережить, потому что люди, приходящие в профессию, понимают, что они не будут много получать. Особенно детские врачи. Но врач должен иметь хорошее образование. Он должен получить это образование не раз в пять лет, повысить свою квалификацию, а постоянно, онлайн, нон-стоп, как говорится, да. Потому что медицина каждые пять лет удваивается... Для этого он должен быть мотивирован это делать? Ну, образование мы все замотивированы делать. В принципе, мы хотим все больше знать. Я не знаю людей, которым не хочется больше знать, особенно те, которые в профессии... Поверьте, их очень много. Ну, к сожалению. Не знаю, не общался ни разу с таким. Надеюсь, что наши радиослушатели другой контингент. Так вот, каждый год врач должен повышать свою квалификацию, потому что каждый год новые знания, новые лекарства, новые технологии. И для этого ничего не нужно делать такого специально, есть интернет сегодня, через который можно эти знания передавать, есть медицинские академии, университеты, где концентрируется эта профессорско-преподавательская часть экспертов. Но, опять-таки, вот конкретное действие, которое можно уже здесь и сейчас реализовывать. Сегодня еще важная проблема. Лечение к пациенту приходит поздно. Если вот мы говорим про инсульты, инфаркты, ту же самую онкологию, уже болезнь запущена. И лечить запущенную болезнь гораздо сложнее, чем на начальных стадиях. В Советском Союзе была же ежегодная диспансеризация. Все проходили. Вот, отличный вопрос. Даже не вопрос, а реплику вы говорите. Мы тоже сегодня приходим к диспансеризации. Но мы идем в эту диспансеризацию с хоругвами, что вот мы сейчас всех и вся продиспансеризируем. Диспансеризация должна быть таргетной, фокусной. Если у человека определенная социальная, профессиональная, если он входит в социальную, профессиональную когорту, допустим, вредное производство, ему 40 лет, то ему положены вот такие-то диспансеризационные процедуры. Если он, женщина, живет в мегаполисе, это же все уже исторически выработано, это же все есть. Это есть. В чем проблема внедрения, помимо недостатки финансирования, о котором вы сказали? Менеджмент. Ну менеджмент. Я это слово не устану повторять. Все-таки, вот, Давид, не согласен я с вами по одной простой причине. Может быть, я не прав. Если у вас выстроенная система, да, каждый, приходя на работу, он получает описание своих функций. Она не выстроена. По большому секрету, она не выстроена. Правильно. А почему нельзя оттуда взять? Посмотрите на главного врача сегодня, да, вот в любой поликлинике. Кто такой главный врач? Дали, должны прерваться на новостной перерыв. Оставайтесь с нами. Мы снова в эфире. У нас в гостях Давид Милик-Гусейнов, директор некоммерческого партнерства Центра социальной экономики. Разговорим мы о нашем здравоохранении, вернее, о той веселухе, которая в нем творится. Ну, Давид, вот продолжаю свою мысль. Вот есть должностные обязанности, да? Вот когда выстроена система, они прописаны. Он должен делать то, то, то. Отчетность такая-то, такая-то, такая-то. У нас хотя бы это есть? Или если этого нет, почему это нельзя взять из-за рубежа? Скопировать просто. Система нет. Ну, вот же, формально систему же можно принести. Нельзя. Вот почему? Я уже начал говорить про главных врачей. А еще, пока не забыл, хочу вам задать вопрос. Вот система, вы никогда не задались вопросом, а сколько бы стоила сейчас, скажем, советская система здравоохранения? Ну, не считали, конечно. Считали, да? И сколько? Ну, она стоила бы примерно столько, сколько сейчас стоит российская система. Ну, при тех, как скажем так, при тех ресурсах, при тех возможностях, которые были в Советском Союзе, да, без попадания в систему новых технологий, она примерно столько же и стоила бы. Другой вопрос, что если бы мы принимали бы все самое современное, да, что является уже... Что он дешевле? Ну, в перспективе дешевле. Не сегодня дешевле, а в перспективе на 10-15 лет, оно было бы дешевле для государства. Почему? Потому что мы бы быстрее выводили человека в экономическое дееспособное состояние, он бы не лежал бы 20 дней, да, и не умирал бы от больничной инфекции, лежа под кондиционером после операции. Мы бы его приводили бы в экономику. Человек начинал бы работать, восполнял бы ВВП, налоговую копилку и бла-бла-бла, и это все был бы экономический эффект. Вот сегодня такого экономического эффекта в системе нет. Мы никогда не считали с вами, сколько стоит человеческая жизнь вот в перспективе. Понимаете? Мы знаем, что самолет упал, нужно заплатить миллион рублей за каждого погибшего в этой катастрофе. А вот посчитать на системе здравоохранения, сколько стоит здоровье человека, и как этот человек будет возвращать потраченные деньги на его лечение. Но посредованно, через налоги. Да, через налоги, через ВВП, вот этого мы не знаем. А я сейчас крамольную статистику приведу. Вот у нас сегодня 142 миллиона человек. Вот экономику страны восполняет сегодня трудоспособное население. Согласны же? То есть те, которые работают. Их сегодня 75 миллионов человек. Все остальное это пенсионеры, дети и так далее. 75 миллионов. А теперь применим к этой цифре правило Паретта. Все прекрасно знают 20 на 80. 20% населения, трудоспособного населения, воспроизводят экономику страны. 20% это всего 14 миллионов человек, которые в этой стране работают и пополняют вот эту вот нашу налоговую копилку, ВВП и так далее. Поэтому и это количество стремительно падает. Почему? Потому что вот кто сегодня рожает чаще и больше всего? Девочки, которые родились в 88-89 году. Они сегодня на пике репродуктивности находятся. Буквально через 2-3 года начнется эхо демографическая яма 90-х. Этих детей, рожденных в 90-е годы, их нет в стране. Их нет. Поэтому эта яма, она постепенно переходит на трудоспособные возраста. И через 10-15 лет трудоспособного населения в России может, ну, конечно, оно будет, но его будет в 2 раза меньше. И вот сейчас должны наши политики, они должны понять, что если мы не продлим жизнь ныне живущим поколениям, секунду, я закончу, это на самом деле может быть очень важно. Не продлим жизнь ныне живущим поколениям и не дадим им жить дольше и более комфортно, то с точки зрения геополитики с нашими пахотными землями, ресурсами, мы такой лакомый кусочек будем для облизающих наших соседей, там, натовских стран, Китая, и так далее. Медицина, вроде бы, здесь ни при чем, но она при чем, она, понимаете, она всеобъемлющая получается. Но вы говорите такие очевидные вещи, вот меня всегда умиляет то, что, по-моему, наши политики дальше, чем на год, на два не думают. На самом деле медицина, она гораздо прибыльнее, чем нефтянка, чем кораблестроение, космос и так далее. Знаете, я с вами согласен. Для государства она прибыльнее. Но для этого наше руководство должно хотя бы сделать два простых или три простых вычисления. А у меня остается впечатление, что люди на это неспособны. Вот сколько лет развалили медицину? Ну, я помню, там, Зурабовские реформы, еще что-то, еще что-то. Здесь я с вами не соглашусь. Я считаю, что Зурабовские реформы, они были правильно направлены, но другой вопрос, что они дали им развернуться. Это отдельно. Знаете, я сужу по результату. По результату. По результату. Как пользователь, да. Да. Вот Был Зурабов, что было до него, что стало после него. Что он там хотел? Извините, я налогоплательщик. Я имею право сказать, что, голубчик, а мне наплевать, что вы хотели, что вы получили. Такое ощущение создается из того, что вы говорите, что практически наше здравоохранение обречено. Спасение утопающих. Дело рук самих утопающих. Но, во-первых, не все утопающие-то понимают, и не у каждого утопающего есть соломинка, за которую можно хватиться. То есть, практически люди выброшенные, вот они предоставлены сами себе. Вы же пользуетесь сегодня ДМС медициной, да? Вы же не ходите в обыкновенную районную поликлинику? В страховке, даже не так это называется. У меня есть карточка, я иду и все. Мне повезло. Вам повезло, и подавляющему большинству москвичей работоспособных тоже так же везло. Они не ходят в обыкновенные районные поликлинику. Ну, хорошо, давайте замкад. Москва ничего не производит. Производит все в стране, ВВП создает замкадье. Кстати, вот именно замкадье, в прямом смысле этого слова, не говоря про другие субъекты федерации, самая плохая ситуация в Московской области. Вот как бы, как это ни странно, почему? Потому что врачи все, им гораздо выгоднее работать в Москве. Они сели на электричку 15-20 минут, они уже в Москве, на московском месте работы. Безумная нехватка врачей в Московской области. Из-за оплаты труда? Оплата труда, логистика, условия. В Московской области в прошлом году более 7 месяцев, внимание, 7 месяцев, люди не получали медикаменты. Онкологические больные, люди, которым необходимы были наркотики для купирования боли, причем терминальные больные, диабетики, не получали ни одной упаковки лекарственного препарата. А почему? Программа зависла. Айти-программа зависла и не могли осуществить... Они что, идиоты? Я вам скажу это. Идиоты? Ну, сменили министра, пришли новые менеджеры, ситуация как-то выпрямилась, но 7 месяцев люди были без лекарств. Куда это годится? И никто ведь не ответил за это, правильно? Ни одного уголовного дела, хотя вот если бы взялись бы проверять бы, да, и правильно проверять, то можно было и смерти найти, которые получились в результате этого, и так далее. Но никто этого не сделал, конечно. А это вот проблема безответственности? Нет? Да, ответственность. Это наше все. Давид, а хорошо, давайте о чем-нибудь... Позитивно? Позитивно, конечно, не получится. Бизнес приходит. И вот я очень рад, что сегодня здравоохранение становится интересным объектом для появления новых проектов, которые открывают... А что значит бизнес приходит? Которые открывают как раз-таки коммерческие компании. Это коммерческие клиники, поликлиники. Вот, допустим, Сбербанк продекларировал строительство нового центра медицинского по самым современным технологиям в Новой Москве, где-то там в Троицке будет строиться этот комплекс. Полтора миллиарда долларов США инвестируют в стройку и в оборудование. А кто себе сможет позволить это? Ну, конечно, это все будет за деньги. И понятно, что... Немалые. Немалые, да. Понятно, что человек, который не имеет добровольного медицинского страхования, он будет пользоваться ОМС-системой, вот туда нужно будет попасть только лишь за дополнительные деньги. Но, тем не менее, бизнес осознает, что это прибыльная вещь. Я думаю, что государство, посмотрев на то, что бизнес видит в этом реальные доходы, тоже что-то сделает. Зачем? Ну, просто пойдет и будет доить этот бизнес. Зачем что-то делать? Ну, я оптимист. Вы пессимист. Я реалист. Хорошо информированный. Не, ну, серьезно, Давид, а вот если начать что-то менять, во-первых, в каком направлении вы назвали несколько направлений, которые нужно действовать, это вообще сколько времени может занять? Год. Вот если хотя бы по этим направлениям что-то сделать сейчас... Результат будет через год. Через год мы уже увидим результаты. Пусть врачи получают образование раз в год. Вы получите современного образованного врача через год и более мотивированно. Тут есть определенный нюанс. Потому что если врач наш будет знать примерно столько же, сколько знает врач в США. Или там, ну, не в США, в Венгрии, допустим, да? Страна более похожа с нами по экономическому развитию. Но наш врач становится лакомым кусочком для хантинга, для того, чтобы его взять и перенести, ну, украсть, и чтобы он работал в другой стране за большие деньги. И, кстати, сегодня во многих лондонских поликлиниках принимают украинские русские врачи. Образованные, современные, молодые. Но они должны экзамен там сдавать. Они сдают экзамен, а мы этих людей мы упускаем. Мы даем бесплатное образование за государственные деньги. Но у нас везде так. Ну, везде, да не везде. В медицинке что можно сделать? Скажем так, давайте еще раз, уже у нас две минуты осталось практически. Проблема это... Образование. Образование, нехватка финансирования. Финансы. Ну, мы с этим будем жить. Вы сказали, что, в принципе, с Ямашкой можно систему восстановить. Но самое главное кадры. А вот кадры откуда брать управленцев? Они есть. Есть люди с инициативой. Их нужно поддерживать. Есть эксперты, с которыми нужно общаться, а не прятаться по углам от того, что они говорят. И не бояться их критики, потому что критика это не потому, что он как бы бояга против, да, потому что он хочет что-то сделать так, чтобы это было лучше. Тот или иной эксперт. Должен быть диалог в системе. Сегодня, вот как это, может быть, один из негативных моментов, который хочется напоследок озвучить, Минздрав этот диалог не ведет. Мы надеялись, что этот диалог будет, и министерство будет открыто. А зачем ему вести этот диалог? Но зачем? Затем, чтобы... Нет, у них-то, у Минздрава, у чиновников, какая мотивация с экспертным сообществом общаться? У них стоят пунктики KPI, да, они их выполняют, все хорошо, и гладят по головке, и дают еще бабла. И все. Ну, у вас другая правда. Я думаю, что нормальный человек, он замотивирован в коммуникации, какой бы он ни был там, супернавороченный чиновник. Вы такое вот слово произнесли, какое-то нездоровое, нормальное. Нормальное? Да. В коммуникации. Нормальное. Грустно все это, на самом деле. Ну, давайте, понимаете, чтобы не было так грустно, нужно иметь активную позицию, профессиональную позицию. Врачи должны говорить. Вот этот вот человек, про которого вы сказали в начале нашего эфира, правильно сделать, что он написал. Почему все остальные врачи молчат? Должны писать, должны трубить. Те, кому не безразлично здравоохранение, пациентские ассоциации, должны добиваться и финансирования, и условий. А, между прочим, вот я знаю, это по сахарному диабету в областях и в регионах очень активные ассоциации матерей, которые работают. И они своего добиваются. У нас заявительный принцип получения социальных в стране. Пока ты не крикнешь, пока ты не гавкнешь, тебе ничего не дадут. Так что, господа и дамы, кричите, гавкайте и проявляйте социальную, на самом деле, активность. Потому что Давид абсолютно прав, на мой взгляд. У нас в гостях был Давид Миле Гусейнов, директор некоммерческого партнерства Центра социальной экономики, программа Вилла Степана Димура. Удачи! Субтитры создавал DimaTorzok